Окей, this is material for YouTube owners. As you can see, wait a second, вы посмотрите внимательно, там дальше поймете, о чем идет речь. As you can see, you are warning me about my interesting things, when I can kill my brain cancer. I have glioblastoma. As you can see, the total trash for my living is approximately one year and three months, but I'm living it will be 11 years. Why? I can show you, it's not problem for me, but that thing that you can talk for me, maybe I have a problem with the World Health Organization, but all that I using it is used by internet, trust me. And of course, you can kill some kind of my movies, because I'll be using another kind of music. As you can see, all my videos will be used only in my shooting. I can shoot all, everything. So, maybe, maybe you can use my video to help another kind of music, which will be used only in YouTube, maybe, maybe. But I don't understand what you're doing. So, at this moment, you can show me the brain cancer. As you can see, I can use Russian words, but you don't understand what I'm thinking. You want to talk with me that will be clenestine. It's not good for brain cancer. Trust me, I can show you. That will be in the May 13, 2018. You can show. That will be using and destroying invasion parts that will be completely destroy brain cancer. Antigistamine using cleomastine. Cleomastine. You can use and destroy glioblastoma. It will be on the May 13. So, what's the problem for me? I'm using only internet. This will be. This may be part of the Russian words. Like scientific Russia. So, what's the problem? What's the problem? Trust me. Теперь маленький нюанс. Я очень сильно люблю YouTube. Естественно. Но возникает дивная проблемка. То. Мне сегодня решили удалить мой сюжет. Удалить мой сюжет как раз 19-го года. Именно с 19-го года я начал принимать cleomastine. Я бы не стал бы его принимать по сути своей. Но возникала дивная проблема. Это была немножко другая часть. Естественно, она была чуть-чуть раньше. То есть, я нашел все это дело news.ру. Точка ком? Ну, к сожалению, нас все это дело заблокировали. Хотя для чего непонятно. Потому что, как бы вам сказать, ну, блокируйте. Какая разница? Но возникает проблема. Она достаточно легко и просто. Потому что все, что я ищу для лечения моего заболевания, это находится где? В моей голове. Я очень тупо вбел cleomastine против рака. Это легко. Легко-легко. Просто легко. И вот, пожалуйста, обнаружена ахиллесовая агрессивная рака мозга. Лечение cleomastine уничтожило инвазивные клетки, что привезло к границе опухоли. Антигистаминные препараты глиобластома и cleomastine. Сейчас не торопитесь. Я даже не смотрел. Надо побольше сделать, естественно. Так, сейчас вот так вот. Блин, или вот здесь. А, секундочку. Сейчас найдем. Вот она. Так. Так, сейчас, сейчас. Во, во, вот, вот, пожалуйста. Группа исследователей из Финляндии, наша, будет старая республика, если честно. Не слышали, что ли? А зря, кстати. Выяснилось, что клетки глиобластома зависят от экспрессивного гена, который продуцирует белок. MDGI. Выключение функции этого гена приводит к гибели, опухоли. Я ничего не придумал, господа мои. Это вы сами все сделали. Зачем меня колбасить? Я не понимаю. Зачем колбасить человеку, который просто, бесплатно дал людям жизнь? И вы не думайте, что это все очень плохо. Далеко все не очень плохо. То бишь, глиобластома наиболее распространенный, наиболее опасный тип опухоли головного мозга. Я не говорю. Это вам говорит интернет. Вот, пожалуйста. Она продается в другом лечении. Нельзя полностью удалить хирургическим путем. Поэтому у меня там она есть. А как вы думаете, что я лечусь просто, что ли? Вот, хопа, и у дядя Леша вылечился. С какого перепуга она не лечится в природе своей? Я ее только стараюсь немножко отодвинуть. Естественно. Поэтому я живу. Вот такая фигня. То есть все, что дальше я использую, все, что дальше я использую, я использую только потому, что есть интернет. Вы не думайте, что у меня в голове все красиво и ровно, я против Всемирной Организации Здравоохранения. Да далеко нет. Да далеко нет. Лечите. Надо сделать так, чтобы опухоль у нас была, ну, серьезным заболеванием. Ну, как вот у меня и проблемка такая есть. Я болею раком. Не рак, ой, прошу бы себе, не дайте. Мне этого рака еще вот здесь хватило бы. По самые кривые помидоры. У меня бронхит хронический. Если я его не буду лечить, я уже два раза, три, два раза залетел с пневмонией. Это вообще не нравится мне. Это вообще мне не нравится в природе своей. Вот сделаем то же самое с раком. Пускай будет хроническое заболевание. Вы будете лечить и жить дальше. Неужели это сложно? Почему вы меня блокируете? Я ничего не делаю. Я работаю только для того, чтобы интернет был у каждого. Просто я это делаю. Неужели вы это недопонимаете, а?